Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдёт о спорах по поводу фильма «Русские на войне», об интервью Сергея Шойгу и о смерти Александра Маслякова. На Венецианском кинофестивале во внеконкурсной программе показали фильм «Русские на войне» российско-канадского режиссёра Анастасии Трофимовой. Она провела семь месяцев вместе с одной из российских военных частей, воюющих в Украине. В блогах этот документальный фильм вызвал ожесточённые споры, несмотря на то, что его пока почти никто не видел. Главным предметом обсуждения стало то, насколько морально оправдано снимать подобное кино. Украинские комментаторы критикуют фильм за то, что в нём упущены важные детали. Алексей Гончаренко Оказывается, Канада профинансировала кино россиянке Анастасии Трофимовой, которая сняла фильмы российской армии. Она находилась семь месяцев с российскими военными и говорит, что они обычные ребята из обычных семей. Но почему-то не сказала, что они убивают невинных украинцев, насилуют женщин, воруют детей и разносят наши города своими авиабомбами. Алексей Дашевский Какой же похабный и подлый подход уравнивать оккупантов и защищающихся, отказываться называть очевидное зло злом? Реакции российских комментаторов разделились. Не судить о фильме прежде времени призывает на своём канале журналист Илья Шепелин. Давайте посмотрим фильм и сделаем какие-то осуждения, а не на основе того, что фильм снял с российской стороны, и поэтому уже он не имеет права на существование. И без дисклеймеров, что захватчики... Ну, как бы и так понятно, наверное, что захватчики. Мне очень не нравится, что это из обсуждения самого продукта переходит дальше в идеологическое противостояние свой-чужой. И это свой-чужой часто оно и на войне подменяет, как бы что на самом деле и там, и там люди, и хотелось бы, чтобы никого не дегуманизировали, и как раз нет дегуманизации, она в итоге, наверное, приведёт в итоге к какому-то примирению. Вот, ну, короче, тоже как бы это право украинцев, как бы говорить, что не хотят. Ну, как бы произведение появилось, дальше дело организаторов фестивалей, ну, в том числе, кстати говоря, я думаю, сейчас и для организаторов фестивалей тоже это интереснее, когда есть произведение, которое воспринимается неоднозначно, оно вызывает некоторый скандал, но у него, видимо, есть ещё какая-то культурная ценность, поэтому Венецианскому фестивалю это интересно показать без уже, как бы, всяких разговоров о кэнселинге заранее, да, чтобы снять его с программы и так далее. Защитники фильма пишут, что показывать российскую сторону тоже необходимо. Павел Нешин. Ага, сюрприз какой. С той стороны тоже люди оказываются. Да, может, глупые, жестокие, жадные, но люди. И с одной стороны не эльфы, и с другой не орки. Люди. Везде люди. И праведникам полезно смотреться в зеркало противоположной стороны иногда, чтобы собственный светлый лик тоже не превратился в искажённую злобую рожу. Традиция рисования врагов в виде животных стара. Посмотрите карикатуры Второй мировой войны, Первой мировой войны, Наполеоновских войн. Как приятно думать, что ты здесь человек, а они там, не заслуживающие жалости, дикие звери. Но так спираль взаимной ненависти будет раскручиваться бесконечно. Но критикового фильма тоже достаточно. Многих возмутили слова, сказанные Трофимовой в интервью, что тот, кто выбирает сторону в этом конфликте, автоматически выступает за войну. Трофимова тоже выбрала сторону, даже если она не отдаёт себе в этом отчёта, отмечает режиссёр и продюсер Александр Роднянский на канале Ходорковский Лайв. Вы знаете, это обманка документального кино как такового. Когда вы выбираете объект съёмки, когда вы с камерой приходите на одну сторону и снимаете ту самую окопную правду, которая вроде бы скрыта за туманом войны, вы вольно или невольно выбираете сторону. Потому что перед вами возникают живые люди. Они смеются, они плачут, они скорбят, когда теряют близких, они болеют, они лечатся. Перед нами те люди, которым можно сочувствовать. И при этом вы своими глазами видите их быт, как они прячутся от обстрелов, как они пьют чай или водку, как они переживают или что-то делают. Ну, в общем, идёт жизнь. И вольно или невольно, особенно когда вы спрашиваете у своих героев, а участвовали ли вы в арендах, они вам отвечают, да нет, даже не видел и не слышал, и не верю, что наши люди не участвовали в военных преступлениях, что они участвовали в военных преступлениях. И вы с этим не спорите, потому что вы их глазами не видите. Вы не упоминаете ни Бучу, ни Ирпень, ни Гастомель, ни тысячи других украинских сёл и городков, где случились и происходят ежедневно ужасные трагедии. Вы не упоминаете ничего того, что на самом деле волнует миллионы украинцев. Да, ваши солдаты говорят, что они чувствуют что-то неправильное в том, что они находятся на чужой земле, но при этом они повторяют все знакомые нам мантры российской телевизионной пропаганды. И про единый народ, и про нацистов в Украине, и про каких-то американцев. Это безусловно, как вы сказали в подводке, очеловечивание российских солдат. Это безусловно не упоминание о том, что на самом деле принесла российская армия в серьёзном виде, в масштабе своём, в Украину, в соседнюю, независимую, суверенную страну. И да, украинская, и не только украинская общественность, я, честно говоря, сталкивался с реакцией большого количества пьян, оставивших Россию, и очень остро, внятно и прямо выступивших против войны, они реагируют ещё жёстче, чем украинцы. Из тех, кто фильм смотрел, речь и всех высказался кинокритик Антон Долин. Нашумевшие «Русские на войне» Анастасии Трофимовой заслуживают не рецензирования, а расследования. Если его опубликуют в «Медузе», буду рад принять участие со своей эстетической и содержательной стороны. Доверие к Трофимовой не добавляет и то, что раньше она снимала документальные фильмы, в том числе для телеканала «Раша Тудей». Фильм «Русские на войне» — это просто качественно сделанная пропаганда, направленная на зарубежного зрителя, пишет философ Денис Греков. Путина ждёт позорнейшее поражение и дестабилизация внутри РФ. Это как минимум. И для него большой удачей будет прекращение конфликта любой ценой, то есть любой ценой для Украины. Как минимум оставление за ним де-факто захваченных территорий. Тогда он представит это как победу. Так что все эти трели про «если ты выбрал сторону, то ты за войну» как раз и есть пропагандистский нарратив. Он рассчитан на среднего европейца, который за всё хорошее против всего плохого, не хочет испытывать экономический дискомфорт и готов поверить, что если сейчас дать Путину этот кусок, то он его проглотит и будет сыт. Думаю, эта линия скоро полезет из каждого утюга. Фильм в ближайшие дни покажет ещё и на кинофестивале в Торонто. Его руководство приняло решение не отменять показ, несмотря на протест со стороны украинских политиков и дипломатов в Канаде. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Здравствуйте! Это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале Радио Свобода Лайф. Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Вы слушаете цитаты «Свободы». С вами Аля Пономарева. Бывший министр обороны и нынешний секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу дал интервью телеканалу «Россия-24». Цитаты из этого интервью разлетелись по соцсетям с нелестными комментариями. Про военным блогерам не понравился комментарий Сергея Шойгу по поводу присутствия армии Украины в Курской области. Он сказал, что переговоров с Украиной не будет, цитата, «пока мы не выкинем их с нашей территории». Конец цитаты. Очевидно, бывший министр обороны не считает присоединенные области Украины территории России. Отмечает, например, «Зетканал» прямое действие. Обратите внимание, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск они выводят за скобки. Уже и в Конституцию записали новые регионы, но высшие чиновники до сих пор не считают их полноценной частью России. Больше всего критики вызвал тот фрагмент интервью, в котором Шойгу заявил, что наступление украинских войск в Курской области сорвало подготовку к секретным переговорам. По словам Шойгу, Украина и Россия должны были при посредничестве турецких властей договориться об отказе от ударов по объектам энергетики. Причем Путин якобы дал согласие на такой шаг, но Киев от него отказался. Военный блогер Егор Гузенко в своем телеграм-канале «13-й» разошелся так, что назвал предателем не только Шойгу, но и самого Путина. Вот кто он после этого, вот этот мастер резьбы по дереву? А как имя тем, кто пошел на такие преступные договоренности в фактически военное время, когда Украина одну за одной устраивает ядерные провокации? Не нужно ходить вокруг да около. Те, кто на это пошел, фактически подыгрывают нашим врагам во время войны. А называется это предательство. Предательство нас, как солдат и как всего российского народа в первую очередь. Это мое личное мнение, и поправьте меня, если я вдруг где-то неправ. Заявление Шойгу о переговорах даже пришлось опровергать Дмитрию Пескову и Марии Захаровой. Еще бы, ведь бывший министр обороны наговорил много лишнего. Комментирует на своем канале украинский журналист Денис Казанский. И слова Шойгу это фактически прямое признание того факта, что удары по энергетической инфраструктуре не имеют никакого военного смысла. Ну понятно, иначе бы их не прекращали и не договаривались с Украиной их не наносить. И то, что сейчас Россия возобновила эти удары и снова их наносит, это не для того, чтобы поменять ситуацию на фронте, а просто Россия делает это в качестве мести, карательной акции. То есть за провал, просчет своей армии в Курской области Россия мстит гражданскому населению Украины. Буквально за просчет своих генералов, которые провороняли ситуацию, не построили укрепления, не привели туда войска, не выставили их за провал генералов, мстят украинским бабушкам, женщинам, детям, ну то есть гражданским, которые больше всего страдают от отключения электричества. Военные от этого, соответственно, не страдают. Но российских патриотов в этой всей ситуации, конечно, возмутила не сама аморальность вот этих вот ударов по Украине, по гражданскому населению. Их возмутил факт того, что Путин, оказывается, пошел на договорнячок. Возмущенных постов о договорняке в патриотических блогах действительно много. Марат Баширов. То есть договоренности между нами и киевским режимом как минимум обсуждались. И тогда закономерные вопросы. А какие еще договоренности есть или были? Лев Вершинин. Да, сообщив в своем интервью о договорнячке, который президент России отрицает, потому что в итоге его опять обманули, господин Шойгу крепко подставил президента. А господин Шойгу не в том положении, в каком можно подставлять президента, если, конечно, не имеешь гарантии безопасности от тех, кто круче президента РФ. Вот и посмотрим, кто круче, президент РФ или те, кто уполномочил господина Шойгу выставить президента РФ трепливым идиотом. Между тем, есть ощущение, что Россия действительно заинтересована в таких переговорах, поскольку украинские удары по топливной инфраструктуре оказались по-настоящему болезненными, комментирует на своем канале оппозиционный журналист Майкл Наки. По факту Шойгу признает, что удары Украины по территории России по топливной инфраструктуре, НПЗ, нефтебазы настолько чувствительной стало для России, что Россия даже стала готова отказываться от ударов по энергоинфраструктуре, которым они хотят довести Украину до очень тяжелого состояния, чтобы Украина запросила капитуляцию. И это означает, что опять же Россия реактивна в этой войне, то есть Россия реагирует на предпринимаемые действия, а они являются их инициатором. В тех же случаях, когда она пытается что-то инициировать, например, наступление в Харьковской области, заканчивается это все не самым лучшим образом для нее самой. Собственно, что касается того, будет это соглашение или нет, пока непонятно, потому что, например, писавшие об этом западные СМИ сказали, что после наступления в Курской области российская страна не отказалась от этого соглашения, а лишь сказала, что хотела бы вернуться к нему, может быть, попозже. Уже в этом увидим, мы видели крупную атаку по украинской энергоинфраструктуре, но, собственно, продолжение у этой атаки пока не наблюдается. Также мы видели крупную атаку со стороны Украины по российской топливной инфраструктуре, в том числе по базам в Ростовской области, нефтебазам, одна из которых горела аж две недели, а еще одну по московскому НПЗ, что довольно серьезно повлияло на его возможность по производству топлива. Поэтому вопросы еще открыты, но то, что идут какие-то, в том числе, кулуарные переговоры, где Россия готова на то, чтобы идти на какие-то послабления, явно это существует. Сейчас Сергей Шойгу представляет Россию на саммите стран БРИКС в Казани, в котором примет участие в том числе президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Возможно, это мероприятие как-то связано с подготовкой тех самых переговоров при посредничестве Турции, предполагает политический аналитик Александр Морозов. Судя по интервью Шойгу, Кремль пытается добиться того, чтобы саммит стран БРИКС принял какую-то резолюцию, поддерживающую мирные переговоры на основе стамбульских соглашений. Сегодня началось совещание, в Москву съехали советники стран БРИКС, чтобы предварительно проговорить сценарий саммита. Он откроется 22 октября. Идея продавить страны БРИКС совершенно безумная. Никто не согласится публично и на уровне документа поддерживать признание территориального захвата в результате агрессии. А это прямо следует из стамбульского протокола. То, на что все готовы, это в китайско-бразильском коммунике о деэскалации. Но Шойгу в интервью говорит об этом коммунике, как об одном из многих предложений, которые Кремль не устраивает. Такое ощущение, что Кремль снова собирается выдать поражение за победу, комментирует на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман. Те, кто выпустили на сцену этого Шойгу, придумали историю, которую можно назвать добровольное отступление из-под Киева-2. Деэскалация-2. Когда-то, когда российские войска были разбиты под Киевом и под Харьковом, они вынуждены были бежать из-под Киева. И тогда вышел Мединский. В Стамбуле это было делано во время переговоров. И сказал, ну мы сегодня решили в рамках деэскалации вывезти войска из Киевской и Харьковской области. Наши сказали, ну вы решили, молодцы. Что там? Мы что, возражать будем? Их никто не просил, ничего. Но тогда уже было понятно, что это они свое поражение будут изображать как добровольный уход в рамках каких-то прям добрейших намерений россиян. И действительно, Путин сегодня постоянно говорит, ну мы же тогда добровольно вывели войска из-под Киева. Я помню эти выстрелы, когда мы их в задницу лупили реактивными системами, залпу огня, когда они добровольно отходили. Я-то помню, я-то слышал. Прям сидел и слушал, как по ним лупят наши. Путин теперь до сих пор рассказывает, что это добровольно они тогда отступали. Добровольно, добровольно. Просто очень передумали, братьки, в передум, в последний момент собирали за три дня, а потом в последний момент сказали, нет, не будем. Это нехорошо, ведь убивают братьев славян. Нехорошо, мы же один народ. И бежали в Беларусь, аж пятки сверкали. А теперь Шойгу говорит, понимаете, мы же практически подписали, вот они говорят, мы же тогда практически подписали договор в Стамбуле, а теперь Шойгу рассказывает, что мы практически подписали договор о том, чтобы не бить друг другу по энергетике, по торговому флоту и так далее. Теперь он будет рассказывать, он, Путин, что смотрите, у нас же был договор, мы же его почти подписали. Как он говорит, фактически подписали. Тогда в Стамбуле фактически парафировали, сейчас фактически подписали, фактически договорились. Они решили задним числом врать, что у нас был какой-то договор. Договора же нет. Если он есть, покажите. Покажите. Вы тот не можете показать, этот не можете показать. Так что это добровольное отступление из-под Киева-2, уверяю вас. Еще Путин будет трясти этим всю жизнь теперь оставшуюся свою. В оппозиционных блогах привлекли внимание и другие фрагменты интервью Шойгу. Например, комментаторы высмеивают его заявление, что в случае ускоренного принятия в ЕС Россия лишилась бы своего суверенитета и природных богатств. Твиттер профессор Преображенский. Кто не в курсе, растаскивать природные ресурсы за копейки имеют право только олигархи Путина и наживаться на этом. При ЕС и тарифы были бы как в ЕС. Но пока олигархи грабят РФ, во всем можно обвинить ЕС. И, наконец, привлекает внимание сам факт того, что Сергей Шойгу, несмотря на продолжающиеся аресты его бывших подчиненных, не только не сидит на скамье подсудимых, но и дает большое интервью под контрольным власти медиа, отмечает политолог Екатерина Шульман на телеканале «Бильд на русском». Мы с вами на что обращаем внимание? На то, что не ушел он в тень, а даже наоборот, высказывается по государственному телевизору и не просто там по каким-то вопросам узким, а по вопросам широким, опять же, геополитическим, о войне говорит, о возможных договоренностях говорит, киевский режим ругает. В общем, такую президентскую повестку, что называется, проводит. Есть, наверное, представление, исходя из того, что мы вообще знаем о том, как работает наша бюрократическая система, потому что вот эта должность служит ему персонально, некоторым оберегом, потому что задерживать и арестовывать секретаря Совета Безопасности как-то неловко. Видимо, видимо, в обмен на эту персональную безопасность он, в подражании Дмитрия Анатольевича Медведева, который этой особенностью всегда отличался, не вступается ни за кого из своих сотрудников, среди которых есть, еще раз повторю, люди, не просто работавшие с ним в Министерстве обороны годами и десятилетиями, но и работавшие с ним в Министерстве по чрезвычайным ситуациям еще в момент создания этого ведомства, еще когда оно не было Министерством, еще когда Советский Союз не распался. Вот, в частности, на прошедшей неделе Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве против бывшего замглавы МЧС, который, между прочим, перестал быть замглавы еще весной 2021 года. Тем не менее, до него добрались. То есть, смотрите, все плотнее и плотнее сужаются круги явно вокруг самого Шойгу. То есть, не просто Министерство обороны, а вообще люди к нему близкие, вот таким образом истребляются. Но, видимо, опять же, судя по тому, как он себя ведет, судя по тому, как с ним себя ведут, его персонально это не должно коснуться. Отдельно прекрасно, что так называемые журналисты России-24 ни словом не упомянули об арестах в Минобороны и о том, откуда там взялось столько коррупционеров, которых при Шойгу никто не замечал. В любом нормальном СМИ такой вопрос прозвучал бы одним из первых. Отмечают в том числе и провоенные блогеры. Вы слушаете «Цитаты свободы» — подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Из жизни ушел Александр Масляков, телеведущий, который более 60 лет вел в эфире программу КВН. Многие сетевые комментаторы в связи с этим осознали, что уже давно перестали смотреть КВН, но все отмечают огромную роль, которую сыграло это шоу в русскоязычной культуре. Борис Мазур. Да, последние почти два десятилетия КВН ради самосохранения и выживания бизнеса семьи в целом девальвировал, обогатился натужным юмором, утратил созвучность времени и мимикрировал под требования как цензоров, так и самоцензуры. Масляков пережил и веселых, и находчивых. КВН давно для большинства его почитателей ушел в небытие, вместе с телевизором-помойкой. Но были и долгие прекрасные годы, десятилетия, когда передачу ждали в каждом доме, она была отдушена и приносила радость миллионам. И без Маслякова ее не было бы. И будем ему за это людьми благодарными. Анна Левченко. К КВН можно относиться сейчас как угодно, но никто не будет спорить, что именно из КВН выросла вся индустрия современного российского юмора. Стендап, камеди-клаб, юмористические фильмы и сериалы. Везде работают бывшие КВНщики. Старый КВН – это вообще все мое детство. Игры ждали и смотрели всей семьей. И почему-то мне кажется, что это была империя одного человека. Никакого КВНа без Александра Васильевича представить невозможно. Просто невозможно. Ушла эпоха. Ответственность за то, во что превратился КВН в последние годы, лежит лично на Маслякове, считают многие комментаторы. Школой приспособленчества назвал это телешоу украинский журналист Виталий Портников. В эфире израильской радиостанции «Лучшее радио». КВН – это коллективное изнасилование молодежи. Потому что молодым людям, которые играли в КВН, сразу же объясняли, где граница дозволенного для карьер. Фактически КВН был многолетней школой. С 1964 года, с интервалом, когда это уже было не нужно, и потом опять, на такое идеальное приспособленчество. Когда я видел людей, которые играли в первый КВН, в жюри КВНа, а я этих людей, как и Александра Маслякова, я их всю жизнь знал и знаю, тех из них, кто жив, я думал, что они идеальные советские приспособленцы. К приспособленчеству их подготовил КВН. Но не всех. Многие люди оказались не готовы приспосабливаться. Потом действительно развал Советского Союза привел к тому, что разные команды КВН оказались в разных цивилизациях. Я не являюсь поклонником той студии, которую создал в Украине Владимир Зеленский, но сама логика развития украинского государства и его решение идти в политику превращает его в могильщика всего того, что создавал Александр Масляков. Александр Масляков действительно, не желая того, породил могильщика той системы, которой он верно служил на протяжении, по сути, 60 лет. Такое приспособленчество было неизбежным, пишет блогер Василий Аленин. Хохмить на протяжении полувека задача не из легких. Учитывая, что начал Масляков этим заниматься при раннем Брежневе, вернулся с возродившимся КВН в перестройку и превратил его в семейный бизнес при Путине. Идеологически Масляков всегда без напряга колебался с линии партии. И да, в старости сохранив манеры комсомольского активиста-оптимиста в 60-х, последовательно поддерживал все и брежневский застой, и перестройку, и ельцинские реформы, и путинскую агрессию. Его КВН в какие-то периоды существования был очень популярен и воспринимался как передача почти франдерская. Но на деле она никогда не выходила за границы допустимого текущим начальством юмора. А иначе в нашей стране полвека было не продержаться. КВН умер намного раньше Маслякова. Говорит сателек Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв. Да КВНа давно нет и нет. Того КВНа, на который я бежал мальчишкой к линзе экрана, да, такой черно-белой линзе фактически, к первому телевизору Шауляй, черно-белому, да, или что там тогда у нас было, того КВНа нет давно. Хоречка, Хаид, да, Акселерод. Этого КВНа давно нет. Этого КВНа нет во многом из-за Маслякова, который это приватизировал, конвертировал и отдал в аренду Путину в последние многие десятилетия. КВН давно совершенно про государственная, очень эффективная пропагандистская история. И Путин там был, очеловечивали они Путина и лизали изо всех сил. И вот там, и Масляков-то, вот мы говорили про наследника, да, Масляков-то оставил наследника. То есть это все сегодняшний КВН, тот КВН, о котором мое поколение помнит и любит, его нету давно. Александр Васильевич Масляков символизировал совершенно другой КВН, другие времена, другую этику. Да, ну, смерть человека – это смерть человека, но если мы говорим о явлении, то КВН деградировал в этическом нравственном отношении, да, как институция, деградировал очень давно и заметно. И это не была деградация постепенная, это была политика. То есть это была не ошибка системы, а это была система. Это то, что Масляков, взяв в свои руки и конвертировав и приватизировав КВН, то, что он с ним сделал вполне смысл. Это совершенно пропагандистский, пропутинский инструмент. Поэтому тут, в общем, горевать как-то даже странно. А что касается самого Маслякова, ну, если получится, то земля пухом. Масляков превратил юмор в товар, пишет блогер Александр Новицкий. Подумал о недавно ушедшем Жванецком. Михаил Михайлович оживлял юмор. Его языком говорят несколько поколений. Его юмор живет и развивается, несмотря на смерть автора. А Масляков юмор отловил, опошлил, приковал к станку и заставил зарабатывать деньги. А потом вообще бордель сделал. Правда, самый элитный – власть обслуживать. И это уже не смешно. Мерзко. Так и бесценит собственное детище. Не финансово. Максимально критичный некролог Александру Маслякову написал бывший КВН-овец Дмитрий Эггинсон. Те, кому стало тесно или неуютно, ушли и создали в РФ новый мир юмора. От камедии до стендапа и телешоу всех мастей. Впрочем, там повторяется то же самое, что прошел КВН, только гораздо стремительнее. Хочешь шутить? Съезди-ка на Донбасс и скажи пару слов про наших ребят перед камерой, пряча испуганные глаза. Масляков стал глыбой задолго до моего рождения. Очень крутой чел, который изменил все во времена, когда изменения были для системы фактически преступлением. Он сделал огромное дело, в результате которого случилось много хорошего, чудесного и волшебного. Но в историю он вошел злобным старикашкой, подстелившим себя, свое дело и тысячи своих ребят под режим. Очень жаль. В последний путь Маслякова провожал в том числе певец-шаман. И это говорящая деталь. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!